Обстановка не меняется, остается напряженной. Мы зафиксировали в этом году очередной тысячник. Хотелось бы отметить, что в основном обстрелы происходят в районе жилых домостроений. В этом году обстреливались следующие населенные пункты республики. Зайцево, Золомитная, Васильевка, Михайловка, Гальмовский, Нижнетурецкая, Исиноватая, Спартак, Крутая Балка, Ленинская, Саханка, Октябрь, Коминтерна, район аэропорта, Петровский район, город Донецк. Всего нами было зафиксировано 1302 случая нарушения режима прекращения огня. Ну, соответственно, и обстрел в территории Донецкой республики. Из-за этого количества минометы применяли 174 раза, БМП 257 раз, зенитные установки Грата Муэта и стрелковое оружие 871 раз. В результате непрекращающихся обстрел со стороны вооруженных сил Украины, армии Донецк, Народной Республики понесли потери. Двое военнослужащих погибло, один получил тяжелое ранение. Также нами отмечено, что в Старомихайловке и Петровском районе города Донецка повреждения получили 4 дома. На данный момент данные по пострадавшим среди гражданского населения и разрушениям еще уточняются. Наша разведка продолжает выявлять новые поставки запрещенного вооружения противника к линии соприкосновения. Так отмечается в районе населенных пунктов. Керамик 16 км вдоль линии соприкосновения, 3 РСЗУ град, Каменка 5 км, 2 танка, Иноградная 11 км, 3 РСЗУ град, Сартана 4 танка. Данные факты переданы представителям миссии ОБСЕ, которые практически по всем фактам подтверждают нарушение вооруженных сил Украины, что говорит о нежелании украинской стороной соблюдать минские договоренности. В очередной раз обращаю ваше внимание на крайне низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих вооруженных сил Украины. Наша разведка установлена систематическое злоупотребление алкоголя и напитками военнослужащих состава 46-го отдельного батальона специального назначения, 10-й отдельной горно-штамовой бригады. Ну что вы понимали, это так называемый Донбасс, раньше батальон был, сейчас он Донбасс-Украина называется. При этом военнослужащие забирают из частных мелких магазинов алкогольную продукцию и не оплачивают ее. Данный факт существенно усиливает негативное отношение к вооруженных сил Украины со стороны местных жителей и предпринимателей. Также в подразделении 7-2 бригады участились случаи дезертирства. За прошедшие четверо суток расположение бригады самовольно оставили 27 военнослужащих вооруженных сил Украины, 16 из которых вернули в расположение бригады представителей СБУ. Несмотря на ужесточенные меры контроля за утечкой информации о провале наступательных действий под Авдеевкой со стороны командования и СБУ 72-й бригады, родственники военнослужащих добились того, чтобы их сыновей им уже срочно в порядке вывели из зоны АТО. В настоящий момент украинским командованием уже принято решение заменить деморализованную 72-ю бригаду на 28-ю отдельную механизированную бригаду. Данный пример демонстрирует способность родных и близких повлиять на ситуацию и спасти своих родственников от верной, но бессмысленной гибели. Но, честно говоря, на месте украинское руководство бы этого не делало, потому что если 72-ю отсюда выведут, то потом она разбежится, а не за нами ее сюда уже навряд ли смогут загнать. Ну и в конце наше подразделение продолжает проводить усиленную боевую подготовку. Хотел бы отметить, что направленность – это чисто оборонительная тематика. Мы отмечаем о том, что слаженность между подразделениями на высоком уровне. И мы заявляем о том, что наша армия способна защитить свой народ и территорию республики в целом. Слушаю вопросы.